В прошлом лекции мы познакомились с характером взаимодействия атома с внешним электромагнитным полем, но мы рассматривали, по сути дела, задачу в заданном поле. То есть мы полагали, что у нас есть одиночный атом, на который падает плоская электромагнитная волна, и варьируя, соответственно, частоту падающей волны и амплитуду ее. Мы видели, что в атоме происходит изменение населенности, и эта скорость изменения населенности, она зависит от, соответственно, соотношений атома, то есть частоты перехода атома, его дипольного момента и частоты падающего поля. Но, значит, понятно, что такие задачи, они встречаются, но их не очень много, то есть они встречаются в том случае, когда у нас есть объем, в котором находятся вот эти атомы резонансные, размера которого, ну, много меньше, по сути дела, длины волны излучения. Действительно, когда у нас размер объема, в котором находятся атомы, он больше, чем длина волны излучения, то понятно, что на самом деле на атомы, которые находятся, ну, вот у нас есть входная грань, атомы, которые находятся на расстоянии порядка десятков длин волн, на них действует поле, которое является суперпозицией поля падающей волны и переизлучения, поле переизлучения, которое переизлучается атомами, находящимися на входной грани. То есть понятно, что на самом деле, когда мы рассматриваем реалистичные задачи, ну, задача о взаимодействии одиночного атома с внешним полем, она достаточно, говорится, такая академический интерес носит, ну, не всегда, поскольку на самом деле понятно, что все зависит от плотности атомов резонансных среды и от энергии падающего поля, точнее, от энтезивности падающего поля. То есть такие задачи встречаются, но на самом деле более общим случаем является случай, когда, значит, во-первых, эффекты среды мы должны учитывать, то есть мы должны учитывать, что на самом деле на каждый атом падает поле, которое является суперпозицией падающей волны и поле отклика системы атомной. И понятно, что поле отклика нашей атомной системы, оно, конечно, по своим характеристикам отличается от поля падающей волны и не должно с ним совпадать, ну, хотя потому, что, значит, если падает плоская волна, мы знаем, что происходит осцилляция населенности уровня атома, и поэтому понятно, что поле вторичного излучения, оно не является, даже если падает плоская волна, поле отклика, оно, конечно, не является плоским, то есть его амплитуда, конечно, зависит от координаты и зависит от времени, поскольку в каждый момент времени поле отклика оно отличается. Значит, к изучению задач, связанных с учетом распространения поля, мы придем чуть позже, но вот сейчас мы перейдем к промежуточному случаю. Этот случай состоит в том, что мы рассматриваем взаимодействие атома с полем, взаимодействие атома, находясь в резонаторе, с полем излучения в резонаторе. То есть понятно, что на самом деле эффекты распространения поля, они возникают не только в протяженных системах, но ежели у вас, значит, атом находится в каком-то объеме, у которого на границах есть отражение, то понятно, что поле, отраженное от границ, оно может опять вернуться и прийти в место расположения атома. И понятно, что характер взаимодействия, он тоже будет зависеть от среды, грубо говоря. Но в отличие от задач распространения, здесь мы можем положить, что у нас есть одиночный атом в резонаторе, и, значит, вот поле, которое возвращается, поле запаздывания, поле отклика, оно влияет потому, что, значит, на границе у нас не нулевые границные условия, и отражаемое излучение, оно снова может прийти в место расположения атома. И понятно поэтому, что характер взаимодействия атома с электромагнитным полем, резонаторе, он отличается от того, что мы имеем в случае, ну, вот, задачи заданного поля, которую мы рассматривали в предыдущей лекции. И, значит, поскольку понятно, что, вот, поскольку поле отражается, возвращается, отражается, возвращается, в результате в месте расположения атома поле, оно, конечно, меняется во времени, то есть амплитуда его не постоянная, и не может быть постоянно, оно меняется во времени. Значит, ну, интерес к этим задачам, он не чисто гипотетический, а на самом деле, вот, в середине 80-х годов, и в конце в особенности, потом в 90-х годах, на конференциях вот по лазерной физике всегда была секция Q1, она называлась, то есть квантуэлектродинамика, она, как и рассказала, вот, задачи, которые связаны с взаимодействием одиночных атомов с резонансным ультрамагнитным полем. Значит, ну, эти задачи, они, на самом деле, понятно, что вот в резонаторе, как мы знаем, в резонаторе у нас... А, у меня картинка там есть, сейчас, да, ну, ладно, я пока не перелистнул. Понятно, что когда мы рассматриваем теперь взаимодействие атома с полем не в приближении заданного поля, то наряду с уравнениями динамики атома, а уровень динамики — это вот уравнение для населенности. Я прошу прощения, я здесь не указал. Значит, BN, на прошлой лекции мы вводили АН, АН — это, значит, амплитуда населенности, мы вводили медленно меняющиеся. АН, БН на Е и Омега тратата. Ну, вот, эти БН — это Е минус И... АН равно БН на Е минус И Омега НТ, то есть где Омега Н — это, собственно, частота соответствующего уровня. Это не принципиально, поскольку, как я уже говорил, отличия невелики, но на всякий случай все же я скажу. Значит, понятно, поэтому, что на самом деле, когда мы рассматриваем задачи о взаимодействии атома с полем с учетом эффектов распространения поля, с учетом эффектов изменения поля, то мы, конечно, должны рассчитывать совместную систему уравнений как для поля, поскольку поле у нас живет как в пространстве, так и во времени, так и атом живет в пространстве во времени. Значит, вот о чем я хотел сказать. Значит, мы знаем, что межмодовое расстояние, мы уже говорили о модах резонатора, если мы имеем резонатор длины L, то характерное расстояние между модами, ну, значит, между... В оптическом резонаторе, когда у нас два плоских зеркала и расстояние между ними L, то расстояние между соседними модами оно энергетическое. Оно равно 2 pi hc на L, где L — это расстояние между зеркалами. Значит, вот простейшие задачи взаимодействия атома с полем в резонаторе, они сводятся к изучению взаимодействия атомов с полем в микрорезонаторе. В микрорезонаторе, то есть его длина L — размеры, ну, тут микрорезонатор — это, как правило, сфера, так вот, размеры сферы, они близки к длине волны излучения. И понятно, что в этом случае расстояние между модами, то есть дельта, омега, n, n-1, расстояние между n и n-1 модой, оно само сопоставимо с величиной кванта. Ну, собственные, значит, моды резонатора, они тоже зависят от радиуса, естественно, как несложно догадаться. И поэтому, значит, если у нас микрорезонатор, то есть если размеры резонатора приближаются к длине волны излучения, то на самом деле реально атом, ну, реально в резонансе с атомными переходами может быть лишь одна линия резонатора. И поэтому, понятно, вот эта задача, она представляет большой интерес для теории, поскольку в теории она там легко анализируется. А в эксперименте, значит, вот в середине 80-х, в конце 80-х научились эту задачу экспериментально изучать. Реально, значит, следующая была... Ну, понятно, что в реальном эксперименте, конечно, длина, размеры этой сферы, они никогда не были равны длине волны излучения, они были порядка, но это и не важно. Ну, там 3, 5, 10 даже. Все равно, значит, понятно, что межмодовое расстояние, если близко к несущей частоте, то мы всегда только один из атомных переходов сможем привести в резонанс. Значит, реально это делалось таким образом, что вот была сфера, у которой на самом деле стенка, это многослойное диэлектрическое зеркало, то есть стенка этой сферы, она состояла из периодически последовательных этих самых сфер с разными показывали преломления. И поэтому понятно, что мы сюда потом помещали атом, у которого есть какая-то частота, и коэффициент отражения выбирался равным, то есть, ну, слои, толщина слоев выбирался таким образом, чтобы коэффициент отражения был близ к единице, на частоте равных частоте атома на переходе. То есть, в атом мы туда запихвили атом, мы знали, какая у него там система уровней, и, естественно, значит, подбиралась частота, поскольку коэффициент отражения зависит от частоты, и, соответственно, вот стенка этого сферы, она подбиралась таким образом, чтобы максимальное отражение было на частоте атомного перехода. Значит, ну, поскольку стенка диэлектрическая, то понятно, что в атоме ну, как мы знаем, у нас там неэквидистантность системы уровней, и поэтому мы можем накачать вот этот уровень, осмотреть переход вот на этом, резонансный переход на этом переходе и так далее. Поскольку стенка диэлектрическая, то она селективная, она, значит, отражает на какой-то задней длине волны наиболее эффективную. Ежели у нас излучение накачки, оно, говорится, это по частоте гораздо больше, чем частота резонанса перехода, то, несмотря на то, что там сферы стенка непрерывная, на самом деле мы легко можем накачать атом, а дальше уже он там, соответственно, будет взаимодействовать с полем излучения. Ну, реально, на самом деле, конечно, это... Такие модели тоже были, но, как правило, все делалось гораздо проще, то есть реально, конечно, в стенке оставалась дырочка, через которую эту дырочку туда и впрыскивали атом. Понятно, что, конечно, там реально в экспериментах мало, когда был один атом, реально там, конечно, был какой-то конечность, количество десятки, там сотни. Ну, с другой стороны, значит, мы же должны их возбудить, тем, чтобы забросить их на резонансный уровень, поэтому понятно, что из 100 атомов возбужденные могут оказаться там несколько штук. Значит, контроль производился, как раз вот количество возбужденных атомов, оно определялось таким образом, что посылалось пробное излучение, которое, значит, перекидывало вот с резонанса с уровнями на более высокий. Значит, и понять, вот, с помощью пробного излучения, это вот излучение накачки, это вот омега-Н, это омега-Н, которая омега-резонансная, а это омега- значит, пробное, то есть, всегда можно заслать излучение пробное, которое определяет, какое количество атомов находится там, либо на верхнем, либо на нижнем уровне резонансного перехода. Понятно, что все эти три частоты, они имеют разное значение, и поэтому, значит, отражающими являются только омега-Н, а омега-накачки и омега-пробное, они, соответственно, отстроены от резонанса отражения стенок этой сферы. Значит, ну, и было выполнено достаточно много экспериментов, в которых, значит, вот эта деятельность, она называлась позже одноатомный лазер. Ну, я расскажу, почему это одноатомный лазер. Значит, ну, на самом деле, то есть, она продолжалась и в 90-х годах, ну, в общем, в 90-х где-то более-менее задухла, вот в середине 80-х, ну, где-то конца 90-х эта тема активно обсуждалась, как экспериментально, так и теоретически. Ну, значит, как мы говорили, это, поскольку мы рассматриваем взаимодействие атома с полем и учитываем эффекты распространения, связанные с тем, что поле отражается от границ, и поэтому, значит, не учесть эффекты распространения, ну, которые в случае, значит, объема, они, конечно, поражаются в том, что мы должны разложить поле в резонаторе по собственным модам резонатора. То есть вот УК АТР это собственные моды сферического резонатора, как мы говорили, для сферы эти собственные моды, они находятся аналитически в трехмерном виде, то есть эта задача решается честно с теоретической точки зрения, поэтому можно надеяться на сравнение с экспериментом, численное. Значит, вот АК здесь, амплитуда, соответственно, поля в Катой моде, она нормирована таким образом, что вот этот корешочек стоит перед этой модой, этот корешочек, значит, ну, он, мы, а, я говорил бы на первой лекции, то есть вот при такой нормировке поля АК по модулю в квадрате это есть число квантов в моде К. А вот эта нормировочка А0 до 5-х квадрат на омега В, она соответствует амплитуде поля, когда в моде находится один квант. То есть Е0 напряженность поля это есть омега, есть минус единизация ДАПДТ, поэтому амплитуда поля, напряженность, амплитуда напряженности поля, она определяется вот этим выражением. То есть на самом деле А большое по модулю в квадрате от Т, это и есть число квантов в моде К, который, соответственно, может меняться во времени. Нормировку выбраны так, что, значит, так, что Е0 определяет напряженность поля в резонаторе, когда в этой моде, в резонансной моде, в моде, которая резонансна нашему переходу атомному, находится один квант. вот я здесь, по-моему, не выписал чисельные оценки, я посмотрю. Я не выписал оценки, но вы легко можете подставить вот в это выражение. Ежели взять, понятно, что на самом деле в этой задаче, конечно, не оптические переходы рассматриваются, поскольку нужно, размеры резонатора, микрорезонатор будет сохранить длинной волны, то, конечно, берется там не излучение с длиной волны меньше 1 микрон, а, как правило, это 10 микрон, десятки микрон берется. Ну, вот если, значит, я не помню, какие тут... Ну, если ориентироваться на переход атомный в несколько... Ну, не обязательно атомный, это может быть молекулярный переход. Если ориентируется на резонансный переход атома или молекула порядка нескольких десятков микрон, то тогда напряженность поля... Да, ну и понятно, нескольких десятков микрон, и понятно, что размеры сферы, они, соответственно, тоже десятки, сотни микрон, поскольку эти две величины должны быть сопоставимы, как мы говорили. В этом случае, значит, напряженность поля принимает значение 10 третий вольт на сантиметр. То есть, несмотря на то, что в моде находится один квант, напряженность поля 10 третий вольт на сантиметр. Внутриотомное поле какое имеет напряженность? Помните? Порядка 10 девятых вольт на сантиметр. Ну, да, правильно. Порядка 10 девятых вольт на сантиметр. То есть, на самом деле, за счет того, что это микро-резонатор, поэтому поле, оно на самом деле тоже далеко убежать не может от, кажется, того места, где оно излучилось, то на самом деле напряженность поля в микро-резонаторе она достаточно велика. Ну, нельзя сказать, что это сверхвысокие поля, это не околоатомные поля, но все равно 10 третий вольт на сантиметр. На самом деле, это напряженность поля только, как говорится, ну, таких очень мощных лазерных систем. Но обычно в задающем генераторе там вообще напряженность поля меньше одного единицы вольт на сантиметр. Это 10 там минус 1, 10 минус 2. То есть, на самом деле, поле в этом микро-резонаторе за счет того, что его размер невелик, оно достаточно велико по величине. Значит, ну, мы разложили, как вы помните, мы разложили поле по собственным модам резонатора. А, это на следующей картиночке. И теперь вот на это УК-АТР на собственном моде резонатора, АК-АТР это, соответственно, амплитуды мод поля в различных модах резонатора. Значит, ну, мы подставляем уравнение для поля. Оно такое же, как у нас было ранее. И, соответственно, получаем тогда следующее уравнение для этого уравнения для амплитуды поля. А две точки видно, нет? и амплитуды B1, B2 и, соответственно, населенности уравнений по-прежнему. эти уравнения это та же самая система уравнений, что на предыдущем слайде, но только это нормированная система уравнений. Мы ввели безразмерное время, которое равно отношению времени размерному Т на период оптических колебаний. То есть, на самом деле в этой задаче в этих уравнениях вот точки над функциями они означают производные по времени и они все безразмерные, поскольку на самом деле это производные по Т-штрих. Я здесь никаких штрихов не писал и писать не буду, но здесь безразмерные время. ню, который стоит, понятно, что оно вот величина к, как мы знаем, она определяется из решения задачи на собственном значении. То есть, мы определяем не только собственные функции, но и собственное значение. К, это как аж и есть собственное значение, а ню, это, соответственно, ну, понятно, что вот, если бы нам многомолодовая была задача, то ню, оно само бы имело индекс, но поскольку мы рассматриваем сейчас случаи, когда у нас распад, то есть распад в микрорезонаторе с атомным переходом в резонансе находится лишь одна мода поля, то я индекс не пишу. Значит, ню 0 это омега 2 1, поменьше, омега 1 и омега 2 это собственные частоты, ну, собственные энергии, аж омега 1, аж омега 2 это собственные энергии уровней атома, которые находятся в резонансе, и играется ню 0, ну, это, как говорится, сочетая резонансного перехода, опять же, это период оптических колебаний, а гамма, который здесь входит коэффициентами в наше уравнение, это есть произведение омега на т, омега, это просто вот некая частота, которая, понятно, в нее входит этот нормировочный множитель из поля, ну, и остальные величины, м0, это, я не говорил, это матричный элемент тока атомного перехода, я это, это важно, конечно, величина, я не знаю, я говорю, они, они, дезинфика, вот, значит, уравнение G, это плотность атомного тока, значит, в нашей модели мы считаем, что атомоточечные, поэтому G, матричные элементы плотности тока атомного перехода, это есть произведение матричных элементов тока атомного перехода и дельта функции, поскольку мы считаем, что размеры, да, тут считать не надо, размеры атома это ангстрема, а размеры нашей сферы это микроны, поэтому тут модель точечного атома она вполне хорошо работает. Таким образом значит M0 это величина матричного элемента тока атомного перехода, ее можно связать с матричным элементом дипольного момента, об этом мы тоже говорили, в свое время и в результате мы видим, что вот частота омега, которая появилась здесь, это есть омега-раби поделить пополам, то есть частота омега, она на самом деле у нас появлялась и на прошлой лекции, когда мы рассматривали эволюцию поля в заданном внешнем поле. и ну да, ну хорошо, понятно, что на самом деле это все же частота у нас, ну не то, что она видим, диапазон лежит, но все равно это десятки микрон, то есть это оптические колебания, поэтому понятно, что мы можем перейти к медленно меняющимся амплитудам и в результате поля ню это несущий частотополь, центральная частотополь, то есть центральная частота модополя, ну вот она кстати у нас да тут указана, и мы говорим, что у нас в резонансе сатомом перехода находится только одна модополя, поэтому мы вводим, значит, медленно меняющиеся амплитуды а от маленькие, а от большое это значит частота это амплитуда поля, сцелирует на оптической частоте, то есть на числе атомного перехода, ну на самом деле на несущего перехода, а маленькая это и есть медленно меняющаяся амплитуда, ну и поэтому там производим те же самые манипуляции, что мы делали, когда переходили к сравнению для медленно меняющихся амплитуд, то есть мы выкидываем вторые производные и в результате связанные системы уравнений для амплитуды электромагнитного поля, для амплитуд населенности верхнего уровня и нижнего уровня атомов, они имеют вот такой компактный вид А, Б и Б1. что тут интересного ну сразу стоит обратить внимание на самом деле вот мы видим что во все эти три уравнения входит один и тот же нормировочный ну не нормировочный один и тот же коэффициент один и тот же со множитель гамма который мы определили этот это гамма она зависит как от свойств среды поскольку D0 и так от свойств соответственно электромагнитного поля от его частоты то есть на самом деле вот прелесть получив что уравнение в том что ну реально понятно что мы можем конечно взять какой-то конкретный переход взять конкретную длину волны взять конкретную длину волны перехода и поле излучения рассчитать а я не сказал дельта да это вот здесь дельта понятно что это отстройка на самом деле Ню Ню и Ню Ню собственную моду поля и собственно частоту атомной переводы не обязательно полагать равными друг другу то есть мы опять же можем на самом деле учитывать отстройку понятно что можно рассчитать взять численные значения подставить и определить численные значения но удобство состоит в том что если мы теперь ведем новое время понятно что здесь первый производ если время безразмерное время поделить на параметр гамма то получится система уравнений которая вообще не включает коэффициент это означает что меняя временной интервал на котором мы интегрировали мы на самом деле можем получить решение для очень большого класса задач у которых реальное значение параметр длинноволный переход длинноволный поле изучения они различны а мы получаем ответ который описывает эволюцию как поле в резонаторе так и населенности уровней на основе решения задачи однократного решения задачи решения задачи это понятно что удобно когда мы решаем численно например нашу задачу то есть одного численного решения мы на самом деле варьируя параметры можем получить можем определить характер эволюции для различных атомных систем и что приятно можем сравнить с результатами эксперимента вот эти уравнения которые мы получили которые только что я показывал понятно что вот эти уравнения три то есть именно эти три уравнения для медленнее амплитуды поля и населенности атомных уровней они определяют динамику системы и эти три уравнения они имеют вот такие интегралы сохранения вы легко их можете получить просто значит добро давно уже понятно что если первое уравнение вот это уравнение может на а комплекс сопряженное это на б2 комплекс сопряженное это на б1 комплекс сопряженное понятно учтяете производные и так далее легко можно получить вот эти интегралы движения то есть мы видим что интегралы движения этих трех уравнений их три они связывают между собой амплитуды не амплитуды а модули амплитуд как населенности поля как амплитуды поля так и населенности уровней значит на самом деле у нас три уравнения но каждая из переменных она комплексная и поэтому понятно что на самом деле эта система уравнений это и система шести диффициальных уравнений ну чтобы подчеркнуть это удобно вести вот такую величину то есть мы для каждой каждую амплитуду представляем в виде ее значит модуля ну b1 от это b1 от это соответственно действительно фи1 это фаза то есть b1 b2 и а это есть комплексные величины мы вводим модуль каждая величина и фазу тогда система уравнений превращается в три уравнения в шесть уравнений понятно у нас три уравнения дифференциальных и все эти величины комплексные поэтому для действительных величин какими являются значит модуля амплитуд и фаза мы получаем шесть уравнений ну и для этих понятно что вот эти три интеграла не сохраняется но такая запись выделение фазы у амплитуд населенности и амплитуды поля оно удобно тем что появляется значит еще один ну еще два интеграл движения я не знаю хорошо вам видно или нет фи 1 с точкой на Б1 квадрате равно фи 2 с точкой на Б2 квадрате если мы посмотрим на этот интеграл столкновения то понятно что приходит на ум уравнение сохранение углового момента в механике которая структура имеет точно такую фи 1 фи 2 это на самом деле есть не что иное как углы вот мы вводили пространство псевдоспина в котором описывается соответственно наш двухглавный атом и углы фи 1 и фи 2 это как раз есть углы пространство псевдоспина реально значит вот если мы нарисуем сферу плохо но мы знаем угол тетто он определяет по сути это энергетический угол который определяет энергию который находится системе если тета равен нулю то у нас все атом наверху если тета равно пи то вся там внизу если тетер и пи полам то мы тогда вся энергия поля она находится энергия она находится в поляризации поляризации курится вот она собственно энергию поглощенного кванта поля например она вся переводит то что у нас ток поляризация атомный ток он не равен нулю он имеет конечное значение понятно что он имеет энергию и мы видим что вот эти закон сохранения то есть закон сохранения в пространстве всех до спина а последний интеграл движения он связь все один с точки а в квадрате а в квадрате амплитуда поля фи 1 с точкой на b1 в квадрате но на самом деле поскольку фи 1 с точкой на b1 в квадрате в правой части можно писать короче фи 2 с точкой на b2 в квадрате поскольку первое закон сохранения он значит нам описывает как раз равенство этих двух угловых моментов то есть на самом деле мы видим что от пространстве псевдоспина сохраняется угловой момент не только угловой совместный угловой момент атома и поля он сохраняется а ты можешь передать угловой момент этот угловой момент не надо путать с каким-то реальным угловым моментом с поляризации это могли на поле сенту это угловой момент в пространстве псевдоспина и вот угловой момент псевдоспина он окажется связанным с угловым моментом атома в том же самом пространстве псевдоспина то есть на самом деле мы видим что вот для системы из трех уравнений с комплексным переменной мы имеем 5 интеграл движения то есть на самом деле мы ну достаточно хорошо то есть если ими воспользуется в принципе теоретически можно получать все из системы из 6 уровней мы получили одно уравнение дифференциальное первого порядка воспользоваться этими 5 интегралом движения но к сожалению жизнь настроена не так здорово как нам хотелось бы но тем не менее достаточно все же просто на самом деле сильно вот в частном случае действительно можно свести эту систему уравнений к одному уравнению но мы рассмотрим пока на счет более-менее общий случай но благодаря этим интеграл движения мы помнишь в один парад 2 парад равно единички поэтому понятно что мы всегда можем вести синус тета и косинус тета единственное что я прошу угол тета это не угол блоха она здесь это вспомогательные некие углы не нужно их путать с углами блоха поскольку угол блох он вводился там по своему определению то есть b1 и b2 это компоненты токополяризации которые находятся соответственно в плоскости xy все пространство псевдоспина а угол тета он как раз определяет отклонение от этого то есть это просто вспомогательные углы значит помимо интеграл движения которые связаны b1 и b2 у нас был интеграл движения которые связаны амплитуду поля в резонаторе и амплитуду населенности атомных уровней значит но у вас вы не записываете конечно вот вот еще есть интеграл а который связывает значит амплитуды населенности атомов и амплитуды поля поэтому она и мы можем амплитуду поля в резонаторе опять же связать с этим же самым углом тета но вот такой выбор на это определение такое определение она удобно для случая там в те уровни в интеграл движения которые связывают амплитуды населенности атомных уровней и амплитуда магнитного поля входили констант c1 и c2 значит вот здесь мы выбрали констант c1 и c2 таким образом что в начальный момент b2 равно единички а b1 равно нулю то есть мы выбрали заведомо такие условия когда начальный момент атом возбужден b1 расходу b2 когда-то это равно нулю то b2 равно единички а б1 равно нулю то есть от находится вверху и поле тоже равно нулю то есть понятно что начальный момент мы с помощью излучения накачки который из основного состояния какого-то 0 перевело атом на верхний уровень резонансного перехода а никакого поля резонаторе не было леда назад он возбужденный он естественно какое время находится взбужден состояние а потом начинает падать на вид но ежели воспользоваться вот теми определениями которые у нас были то есть вот мы ввели эти углы дополнительные то тогда то тогда мы можем получить уравнение для угловых а фи я не определился конец и он тоже понятно появляется угол фи который зависит от фазы атомных состояний и фаза поля фи 2 это фаза верхнего амплитуда вероятности нахождения атома в верхнем состоянии фи 1 или встань апси это амплитуда поля медленно есть она тоже естественно комплексная и все от и это есть фаза поля в разные моменты времени таким образом значит вместо переменах b1 таки один фитва и мы можем перейти к новым потомым переменам которые связаны с углами и тогда для и тогда для этих углов для гулахи и для угла тета мы получаем вместо 6 уравнений финансов для действительных переменах амплитуды фаз мы благодаря интеграмм движения получают два уравнения дифференциальных для углов фи и тета но это углы пространстве псевдоспина они но какой-то смысл он придать трудно но это просто атомные переменные то есть место 6 атомных переменных уровня для 6 атомных переменных мы получили верные для двух атомных переменных почему два они одно это понятно на самом деле вот эти интегралы движения там для b2 b2 b1 b2 фаррит выгоним по травмой единички а потом b в квадрате минусах по квадрате б 1 понятно на самом деле там три интеграла они не являясь независимыми реально конечно из этих трех интегралов только два независимых интегралы движения остальные являются следствием а перерыв и дифференциальные уравнения нельзя сказать что они гораздо проще тех 6 но они линейные а этих два но они не линейные и на самом деле играется найти решение вот этих уравнений гораздо сложнее неприятные структуры мы видим единственно косинус тета то есть значение тета там пи пополам когда у нас значит максимален ток атомный я сша это особая точка грецы ну вот понятно что то есть для численного решения на самом деле это преобразование она ничего хорошего не дает но для анализа для аналитического анализа системы уравнений ведь уравнение ну достаточно полезно она летну на самом деле дельта вот это есть отстройка частоты поля от частоты атомного перехода если это дельта равно нулю то системы уравнений она имеет аналитическое решение все равно пи пополам тогда в результате начнет аналитическое решение она приводит к тому что амплитуда поля меняется как обратной гиперболический косинус населенность верхнем состоянии напомню что он сказать мы рассматриваем задачу физическую такую что у нас в нашем микро резонаторе находится атом 1 и он находится в возбужденном состоянии а поле вообще нет и в результате на этот возникает такое аналитическое решение которое проиллюстрировано вот на этой картинке на самом деле атом бесконечно долго сидит уже в состоянии потом какого-то момент времени он производит переход в основное состояние но очень быстро он опускается его населенность уровне атома вот начальными то равна n2 она обращается в 0 здесь n1 а там находится в нижней стой и потом мгновенно переходит опять возбужденное состояние ну понятно что вот момент перехода в рамках полу классического подхода которому пользуемся он естественно ну реально это связано с фруктуациями поля поскольку на самом деле поле никогда в сфере не равно нулю поскольку стенки нашей сферы они имеют конечно температуру то понятно 6 тепловое излучение понятно что там амплитуда поле видим диапазоне мало но не равна нулю и неравенство нулю амплитуды поля теплового резоната на приводит к тому что атом рано или поздно агариса перейдет вниз более того мы говорили что эти стенки диэлектричных да даже если они были бы к этому и не диэктически металлические все равно значит на самом деле есть излучение есть там рентген всегда ну понятно что условия когда амплитуда поля в любой точке пространства равно нулю это надо постараться об создать все равно нас пролезает рентгенское излучение хоп она за счет россии не там дает вклад и куда угодно и видимые века диапазон летят электроны бомбардирует стенки сталкивается понять что уникать тормозное излучение который тоже меньше очень спит понятно самом деле конечно но вот спонтанный распад он на самом деле деваться атому некогда или поздно придет вниз поскольку нет такой точки пространства даже там в меж планетном пространстве чтобы там она приводит кольба равно нулю такого не бывает все равно там звезды светят пусть они слабо но говорится формально амплитуда поля чем в любом спектральном позоне она в точности равно нулю быть не может на вид вот здесь мы предположили сейчас меня есть там картинки или нет ну да вот на самом деле если мы опять обратимся к интеграунду жизнь которым выписали на самом деле мы полагали начали условия такие что в начальный момент атом находится возбужден состоянии амплитуда верхнего сцене равновиднички амплитуд поля равно нулю как я только что пытался объяснить так не бывает никогда то есть амплитуде поля навсегда отлично от нуля и поэтому всегда вот есть некая а 0 то есть это амплитуда некого функционного поля который всегда не равно нулю в любой точке пространства и значит ели мы учтем что а 0 с конечным понятно если она равна нулю то на самом деле вот этому всегда будет сидеть в этом состоянии и никакого распада вниз не будет но ежели мы учтем отличие его вот эта картинка относится к случаю когда она 10 минус 10 я напомню а 0 равна единица это начать что один квант находится в моде а 0 10 минус 10 но соответственно можете 10 минус 20 кванта вот она в этой моде пролезла но откуда-то там пролезу значит ежели амплитуда поле 10 минус 3 то есть число квантов функцию функционного поля 10 минус 6 то мы видим что на самом деле понятно что эти переходы происходят чаще ну и здесь тоже мы просто ограничить вот эти времени смыдашь пойдем потом соответственно тоже появится но здесь просто при амплитуде 10 минус 3 мы видим что а там сидит верхнем возбужденном состоянии потом резко переходит вниз в этом случае в резонаторе появляется поле и это поле опять переводит атом возбужденном состоянии и так далее просто состояется характерная черта этой картинке как вы видите состоит в том что на самом деле есть у нас есть связанная система атома и поля и она находится замкнутом пространстве мы считаем что на сквозь и напряжение равна единичке то на самом деле более выгодным является ситуация когда атом является возбужденном поле нет связанной системе атома и поле на самом деле энергии выгодно находиться в атоме они в поле значит ежели как я сказал мы учтем реальная ситуация когда есть лучшее поле на самом деле вот эти вот осцилляция который там мы видели на картинке они описываются аналистические через электрические функции но я не буду их приводить они не так наглядно мы видели картинку значит но предыдущие картинки относились к случаю когда у нас был точный резонанс между полем частотой значит резонаторной моды поля и что и атомного перехода это вот этот случай но это как второй из пока ли а 0 10 минус 3 начислено стройка от резонанса возникает как мы говорили у нас один только параметр фигурирует в этой системе уравнений на счет если дольте омега равно гамма то мы видим что на вид при отстойке от резонанса на самом деле атом никогда не переходит в основное состояние он чуть-чуть не доходит до основного стань то есть амплитуда населенности нижнего уровня она никогда не достигает единички но это мы видели что то же самое происходит и приближение заданного поля вы ежели отстройка от резонанса равна полтора гамма то понятно что на самом деле максимальное значение населенности основного состояния но еще меньше становится мы рассмотрели случай одномодового взаимодействия понятно что если мы начинаем увеличивать размеры этого нашего резонатора размеры сферы в которой находится наше поле то межмодовое расстояние она понятно что уменьшается и в результате в резонансе с какой-то сатон перехода может казаться несколько мод поля ну здесь опять же те же самое без уравнение котором писали для безразмерной амплитуды поля медленность амплитуд то есть мы все равно считаем что ну ширина вот этого резонанса поле в резонаторе она мало поэтому можем пользоваться медленность за равнениями но только понятно что теперь становится не три уравнения гораздо больше поскольку аэн это мода безразмерная амплитуда поля в энной моде а сколько мод резонаторе находится соответственно в резонансе но в пределах полосы атомного перехода она может заявить она зависит от размеров нашей области ну и понятно то есть на самом деле отличие там что вот теперь эти коэффициенты гамма n они для разных мод формально различны поскольку собственно частота омега n они различны но понятно что мы рассматриваем только те моды которые близки к резонансу то есть но можно принципе хорошим приблизительно положить гамма одинаковыми но это сильно не упрощает анализ эту систему разнений можно их оставить разными чем специфика распада атома рессионного распада атома в многом модом резонаторе на модом резонаторе мы видели что есть одна мода поля и соответственно атом находится возбужден в состоянии у него есть энергия он за счет взаимодействие функционным полем переходит резко вниз отдает энергию резонансной моде поля и соответственно резонансной мода поля ну она ну грубо говоря там возникает излучение когда достигает границ потом возвращаясь обратно в центр опять образует максимум понятно что если мы рассмотрим пространственное распределение поля спонтанного излучения то понятно в момент излучения поле находится вблизи атома максимум поля ну а потом но неважно взять лучше понять вот происходит обмен энергией между полем и средой талатом возбужден то поле резонаторе имеет нулевое они новую величину и понятно что он взаимодействие с атома переводит в основном состоянии начали нас не одна мода поля резонаторе а несколько то тогда интегральная польза на то есть сумма отдельных а я на т.д. а я большой от это на чем плитуда энной моды и омега n это что но дельта мега n это отстройка частоты энной моды вот чистоты атомного перехода на лет ну для простоты можно положить что мода эквидистант на это так и есть на самом деле это конечно за зависит соотношение ширины и линии атомного перехода и мод резонатора но понятно что это достаточно хорошо добивается я этим воспользуюсь на самом деле я этим свой столько для объяснения явления но не для численных расчетов нет наоборот на поляризацию не учитываю ну n большое это я считаю число мод который находится в пределах атомного ширины атомного перехода можно от нуля до n поляризацию как раз мы тут не учитываем но понятно что в сферическом этом самом в небольшом интервале собственных частот понимаешь полизация серия не меняется там есть выделенная своя и она одинаково от величины мало здесь это не является точным результатом но это хорошее это не очень страшно приближение вот на более страшно но более грубое приближение то что некий дистанта на самом деле если вы помните там нули поля они определяют число нули функции бесили и эти нули они там точно совершенно не что-то они точно не эквидистанта но если мы небольшой интервал частот рассматривает а на самом деле мы можем и пенсионности воспользоваться если нас пользуется тем что они эквидистанта то тогда вот эта сумма она значит а и положим что амплитуды всех мод одинаково эволюционирует то есть на самом деле понятно что вот когда у нас в резонаторе с несколько мод и они все взаимодействуют с одним и тем же атом то в принципе значит каждая мода она может жить сама по себе но мы полагаем что все же вот эти мы рассматриваем только те моды и полагаем что атом передает энергию только в тем моды которые находятся резонансе поскольку наша задача опять такова что у нас есть возбуждена там он распадается и он дает энергию поля они то что есть там несколько мод который взаимодействует с атомом если было бы несколько мод то понять в принципе каждая могла бы иметь свою эволюцию во времени а мы полагаем что вот у нас атом распадается в результате возникает мода поля и понятно что возникает тема до поля который находится пределах полосы в пределах ширины линии атомного перехода иначе они не возбуждают если положить что то есть все на ты одинаковые равна а 0 от это тогда интегральное поле принимает вот такой вид на его специфика состоит том что понятно вот когда синус который стоит знаменатель обращается в ноль это вот эти значения то тогда это поле достигает максимум причем максимальное значение поля она пропорциональна числу мод который находится в резонанс интенсивность поля в максиме профессионально квадрату числа мод который находится в пределах ширины линии атомного перехода ну это естественно видно и это вот результаты численного расчета числа моделирования лучше сказать для случая когда мы полагали что у нас есть 9 мод поля значит опять вот это населено в начале момент атом находится в груди он станет n2 это наш интенсивность суммарного поля мы видим что она действительно имеет пике интенсивно суммарного поля она имеет пиковую зависимость и значит интенсивность каждый в каждом пике она опционально числу мод значит вот это вот есть интенсивность нулевой мода поля которая находится точно резонансе а это вот самый крайний там я взял 9 частот для моделирования и 0 это интенсивность мода которая находится точным резонансом переходом нижняя кривая это интенсивность крайних мод слева и справа которые спектры педестанный и что же мы видим вот на самом деле мы видим что интенсивности мод каждый из мод они максимально в то время когда там находится в основном состоянии а вот это вот есть интенсивность суммарная она возникает еще того что понятно фазы мод в этот момент времени они отличаются друг от друга на 2 пить то есть они к герен по складывается и возникает пик то есть а там находился в основном возбужденном состоянии вот этот момент времени он произвел переход вниз и возбудил сразу не одну а все модуль но все моды катана вось пределах шириной полосы усилений интегральное поле огромное но нас амплитуды отдельных мод они невелики затем на самом деле каждая мода она имеет одинаковую почти постоянное значение амплитуды но фаза у них разная и в результате а то есть они отличаются от 2 пи результате деструктивной интерференции 9 мод пользы на 3 интенсивность суммарном поле обращается в ноль найдет прошло какое-то время опять же фаза крутится тем не менее несмотря на то что фазы разные но говорится мы считаем что у нас никаких дефолизирующих процессов нет то есть в этом в этой микро резонаторе находится один атом поэтому и столкновений там нет а да я забыл сказать что на самом деле вот столкновение со стенками этот атом конечно на месте не стоит он там шевелится бегать куда угодно но это столкновение со стенками она не приводит к изменению сбою фаза поля там покрытие соответствующая забыл как называется ну короче вот электрическое сферическое зеркало и а внутреннее покрытие но как раз сделано таким образом чтобы значит столкновение атома со стенки сосуда не не приводили к процессам неупругой передачи энергии от атома в стенке энергии поэтому на и вот они у них частоты разные амплитуда максимальная но поле суммарно рано нулю прошло какое-то время за счет того что без все они все же порождены излучить переходом одного и того же атома то есть их частоты соответствующие в данном случае они кратные и опять возникает интегральное поле амплитуда которого велика и это поле она перекидывает атом из основного состояния возбужденную ну и тогда этот процесс далее повторяется то есть мы видим уже из этой картинке на самом деле с ростом числа мат вот в одном одном поле у нас атом было выгоднее находиться наверху он там сидел амплитуда поля при этом была равна нулю потом хоп свалился быстренько хоп поднялся и опять сидит там у себя вверху то есть на самом деле как мы говорили в случае когда у нас есть одномодовое поле то значит наиболее выгодным является случай когда вся энергия вот этой атомной полевой системы суммарная она находится в атомной подсистеме а поле энергия поля равно нулю мы видим что с ростом числа мод который взаимодействует с атом на самом деле более выгодным становится случай когда энергия находится в полевой подсистеме а у атома равна нулю вот на следующей картинке здесь показан случай там было 9 мод а здесь мы еще не помню точно не важно типа 20 листов такого наиболее наглядно тут видно что на самом деле атом в основном находится в основном состоянии невозбужденном а поле энергия поля она как правило равна поставить а нет меня извините я здесь вот это населён с уровня вот он находил сверху станет это суммарный энергии под и перевернутый перевернутый это на центрально это какая там отстроенная частота то есть на самом деле с ростом числа мод поле в резонаторе выгодной становится ситуация когда энергия в основном находится в поле то есть суммарная энергия поля мы видим она почти не меняется то есть поля на некоторое время отдает энергию а тому а потом опять поле забирает энергию ну понятно что понятно что на предельный случай это свободное пространство когда у нас атом если мы возбудили атом то он отдает энергию поля и все энергии уже не возвращается к нему а сколько число мод настолько велико что этого значит и так вот и задач взаимодействия атома с полем мы рассмотрели сейчас два класса задач одно это эволюция атома при взаимодействии с внешним заданным полем нас есть некая резонансное поле внешние амплитуда которого не меняется и атом взаимодействия с ним переходит но происходит переходы между различным между резонансными уровнями атома и мы выяснили основные явления какие при этом возникают определили скорость изменения населенности уровня определили скорость изменения энергии показали почему это процесс называется резонансными или нерезонансными следующий класс задач это вот мы сегодня рассмотрели случае когда значит атом или ансамбль атомов то есть реально конечно как я говорю в пределах этой сферы экспериментально находились там не единицы а то потом 10 10 ну десяток несколько десятков тем не менее нас сравнение результатов теоретических расчетов лентальных данные достаточно хорошо коррелировали хотя бы иногда даже совпадали на самом деле был обнаружен еще целый ряд эффектов я просто не имею возможности все их описать основные значит уравнение когда при этом используется мы обсудили показали в принципе нас можно понятно что считать и другие задачи понятно что он больше отличие возникает от ежели мы учтем что там действительно не один атом находится 10 атомов то тогда возникают вот эти коллективные эффекты которые но достаточно заметны они сказываются на то понятно что одна здесь вот ширина этого провала она зависит от степени взаимодействия поля и среды то есть но в качестве этой степени взаимодействия понятно что выступает частота рабе если вместо одного атома здесь от авто понятно что на самом деле энергия взаимодействия скользкость этого процесса она увеличивается соответственно с ростом числа атомов но я говорю что просто я про это понятно что про все рассказать не смогу ну следующий класс явлений это соответственно явление когда у нас есть ансамбль атомов протяженный ансамбль атомов который имеет конечные размеры и он взаимодействует с внешним это магнитным полем внешне это магнитное поле она распространяет среде понятно что тоже меняя свой профиль поскольку часть энергии но атомок на которые которые на фронте среды они забирают энергию либо навсегда либо на время а потом и переузлучает поэтому понятно что профиль импульса по мере того как он постоянно сидел меняется на вид но вот в этих задачах распространение резонансное излучение в протяженных средах там конечно появляется новые параметры которые определяют характер выход ну профиль импульса на выходе про которые мы будем говорить чуть позже понятно что есть задача когда мы считаем что на самом деле в протяженной среде все то же самое что для одного атома взаимодействующего с внешним полем но с учетом только того что их много а другое дело когда мы учитываем действительно ракционные процессы которые неизбежно проявляются в протяженной среде ну для анализа то есть анализ задач взаимодействия протяженных систем с резонансным полем мы уже имеем все ночи мы имеем укорочен уравнение для поля которые естественно уровень для медленных амплитуд которые естественно применимы для писания широкого круга задач и уравнение для атомных населенностей которые тоже мы уже выписывали я напомню у вас это все есть значит уравнение для населенности атомных уровней они имеют вот такой вид и понятно что вид этих уравнений для одиночного атома он конечно не зависит от того рассматриваем мы действительно одиночный атом или этот атом есть часть среды но на самом деле вот эти уравнения для амплитуд они хороши реально применимы реально только для случая одиночного атома почему поскольку в среде всегда есть релаксация и на амплитуды поля и то есть амплитуда разложения волновой функции по собственным функциям атома как мы знаем на самом деле наблюдаем и является не волновая функция обе линейной комбинации волновой функции то есть реально конечно вот эти амплитуды а 1 на 2 просто в случае когда нет релаксации то амплитуды уравнение для квадратичных белинейной комбинации понятно что мы уже вводили раз населенностей и и две компоненты поля реальным наблюдаемым величином является плотность разницы и серьезности били ней на комбинации функция поля то есть били ней комбинации амплитуд поля а 2 в квадрате минус 1 квадрате то есть разница вероятность нахождения атома возбужденности и в основном что и две компоненты резонансного тока поляризации они являются естественно комплекса сопряженными друг другу так что полный ток атомный же он является действительностью значит они соответственно равны произведению то есть это тоже били ней на комбинации функции является произведение амплитудной усиленности 1 и 2 значит реально всегда есть релаксация релаксация это есть взаимодействие с резервуаром неким и понятно что взаимодействие с резервуаром мы не можем описывать как то есть взаимодействие электромагнитное излучение саду это когерентный процесс том смысле что начнет фаза поля она строго определяет характер эволюции атома взаимодействие с резервуаром это взаимодействие грубая с огромным числом не резонанс не сфазированных различных резервуар это колоссальный резервуар ну там спонтанных мод поля или теплового излучения и поэтому понятно что это и взаимодействие с неким некогерентным объектом и понятно что фаза поля она реально если нас есть процесс релаксация то фаза поля она не так уж важно но она важна на ограниченном промежутке времени резервуар но например вот то что есть спонтанное излучение то есть на самом деле не у нас нет резонатора атома распался а потом на вид рассеялся на неоднородных следы и там и и так далее так далее это есть передача энергии вот у нас был возбужден атом не обязательно период значит есть возбуждена система то в резонаторе она пришла вниз и дала излучение которое усиливается к гириной и выходит но помимо этого есть еще и кванты поля которые рассеиваются на неоднородной среды уходит то есть на самом деле закон сохранения энергии в том смысле что вся энергия от атома перешла поле он не выполняет еще часть энергии ушла куда-то и это значит но вот описывается рамку математических ранее заморить с резервуаром то есть на самом деле у нас есть не только моды нашего резонатора ночью моды свободного пространства который тоже забирает энергию ну это философия смысл такой что на самом деле если мы имеем хотим делать дело с физически наблюдаем величинами то на самом деле мы должны писать уравнение для белинейных комбинации поля это не говорит о том что вот все эти рассмотрения которые мы сейчас делали взаимодействие там атома с фирм внешним полем взаимодействия это не интересно нет это все на самом деле выполняется но понятно как я уже сказал что это нужно создать специальные условия вот ежели у вас есть просто два зеркала и активно возбужденной среда то не учитывать процесс релаксации нельзя поскольку динамика поля будет отличаться как мы увидим скорости а вот таких идеализированных случаях вас есть стопроцентно отражающие зеркала да тут конечно значит ну другая ситуация она ведь таким образом вместо уравнений для амплитуд мы должны написать уравнение для белинейной комбинации но они делаются естественно очень просто есть для населенности сессии что понятно чтобы первое уравнение умножаем на один комплекс определенное второе уравнение на 1 комплекс определенное и затем получаем уравнение для эволюции радости населенности но аналогично соответственно для компонент тока если вы позволите я не буду это делать это арифметика я напишу ответ но домножая на комплекс сопряженные складываю считаем и в конце концов получаем думаете а Равнение мы получили для атомной подсистемы, для билинейной комбинации разусственной силенности и тока резонансного перехода. Ну а для поля, естественно, мы используем уравнение для медленно меняющейся амплитуды.